Вы помните такую игру Assassin's Creed, имея ввиду самую первую её часть? Когда я играл в Horizon, я постоянно невольно вспоминал именно о ней. Напомню, если кто вдруг не в курсе, в Assassin's Creed сделали три шикарных города, серьёзные и красивые расстояния между ними, красивую анимацию, отличный паркур, лучший на тот момент, интересный сюжет. Только вот забыли связать всё это в целостную игру. В итоге делать в Assassin's Creed вне сюжетных миссий совершенно нечего. Ну да, там можно собирать флажки, флажки, и заниматься ещё какой-то гриндахренью, которая сейчас в каждой игре с открытым миром, но сама игра к этому не подталкивает. Вот с Horizon Zero Dawn точно такая же ситуация. Запуская её, я с первых кадров предвкушал что-то невероятное, но чем дольше я играл, тем больше недоумевал. После прохождения я даже посмотрел пару обзоров, которые вдоль и поперёк нахваливали эту игру и не рассказали ни об одном её минусе, ни об одном. И вот я не могу понять, может это я действительно такой ворчун, а игра и правда шедевральна, но что-то мне подсказывает, что всё-таки нет. В своей задумке и в ряде игровых аспектов этот проект правда шедеврален без дураков, но цемента у этих аспектов нет, поэтому сцепляет их между собой некая субстанция из ракушек и говна, что очень символично с учётом сеттинга. Многие механики просто недоработаны и присутствуют в игре исключительно для вау-эффекта. Что самое интересное, они именно такой эффект и производят, но вот за ним следует осознание того, что больше они ни для чего не нужны, и это очень печально для проекта с таким огромным потенциалом. Но самое удивительное для меня это именно отсутствие негативных отзывов о Horizon. Возможно я плохо искал, но из пяти первых выпавших на ютубе роликов по запросу все намекали на 10 и 10. А дальше я искать не стал, потому что мне и самому есть что сказать. У меня, видите ли, снова. Horizon Zero Dawn вышла в виде консольного эксклюзива в 2017 году и на данный момент таковым остаётся. Ходят слухи, что в конце года её портируют на ПК, но такие слухи сейчас о каждом втором эксклюзиве ходят. Уже года два минимум я подобное слышу, не знаю, что там за поветрие такое. Также на игру вышла полноценная DLC. И на этом разбор истории создания я хочу завершить, потому что мне нет дела до того, кто и когда её создал в каком году, если это не относится к делу. А оно, собственно, к делу не относится. Однако могу сказать, что игра со старта заинтриговала многих и было чем. Я хоть и не согласен с высокими оценками, но я вполне понимаю, на чём они основаны, ведь большая часть аспектов игры сделана шикарно, без преувеличения. Но вы, наверное, устали уже слышать от меня подобные эпитеты в стиле «Там такое, там такое, ох, вот сейчас расскажу!» Вам наверняка уже хочется крикнуть «Ну так рассказывай!» Ну и рассказываю. И да, в ролике будут спойлеры. Я вновь перескажу сюжет, основную её часть. Почему? Потому что мне это нравится. Потому что он интересный. Потому что в неё не все поиграют. Потому что не все из поигравших вообще захотят дойти до конца, как, собственно, и я. Поэтому, если боитесь спойлеров и хотите их избежать, самое время ролик выключить. Итак. Идёт хрен знает какой год. Некий мужик несёт свою дочь на обряд, и из его слов становится понятно, что он некий изгой. И да, да, я знаю, что она не его дочь. Успокойтесь уже, научитесь смотреть до конца, уже только потом комментировать. У меня поступатель для повествования. Если я сейчас все детали вывалю, будет не так интересно. Ну так вот, мужик-изгой. Плюсуем сюда довольно туземную одежду, и становится понятно, что общество это скорее такая первобытная община, но что же это тогда? А это роботы, которые спокойно шастают по земле. Да, я уже говорил, что игра увлекает с первого же кадра. Как жаль, что я уже знал подоплёку происходящего, ибо год назад видел геймплей игры у друга. Видите ли, мир Horizon — это постапокалипсис. Игра позволила мне понять, за что же я так не люблю Fallout. Я всегда думал, что не люблю его именно за такой ретро-сеттинг 50-70-х годов Америки, за саму Америку, в смысле за сеттинг. Ну, не в кайф мне в сотый раз бегать по её территории. И за постапокалипсис. Но смотрите, к действию Horizon происходит на территории Америки. Хорошо, на территории бывшей Америки. В Horizon постапокалипсис. Но сеттинг и атмосфера мне пришлись по душе. Глядя на снующих роботов, вы уже могли подумать, что именно из-за них Апокалипсис и произошёл, и... Знаете, я скажу так. Для меня все, абсолютно все сюжетные ходы этой игры были очевидны. Но это не помешало мне с удовольствием следить за интересным сюжетом, а в конце с замиранием сердца смотреть финальную сцену. Да, так и есть. Апокалипсис произошёл из роботов технически. Но по факту, и любой-то понимает, из-за людей. Потому что роботы сами себя не построили. И в отличие от того же Скайнета, самовольно решившего уничтожить людей, местный искусственный интеллект был создан именно для уничтожения. И не его беда, что люди не сумели его правильно настроить. Но не будем забегать вперёд. По живописным пейзажам, главную героиню ещё младенца несут на обряд именования, до которого нас допускает старая бабка, одна из трёх шаманов. Остальные против, потому как и мы, мужик-изгои, им как бы нельзя. Но храбрая бабка плюёт на эту чушь и разрешает дать имя младенцу, и имя это Элой. Это наш протагонист. Я очень рад, что наконец мне довелось поиграть за женщину. То на фоне всех этих Кратосов и Кэстисов, как-то совсем уже позабыл, как выглядит женское лицо. Годы проходят, и нам наглядно показывают, насколько же жестоко опустившееся до бронзового века общество. Маленькой девочке не разрешают даже находиться рядом с «нормальными» людьми. Она для них отброс. Но не для Раста, того мужика, что растил её всё это время. Да, он оказался ей не отцом, а просто тем, кто был изгнан и согласился взять Элой на поруки. Ну, то есть по крови он ей не родня, но по факту самый настоящий отец. Кстати, в одной из передряг нас знакомят с местной системой диалогов, точнее, с одной из её фишек – возможностью выбора поступка. Тут нам даются три варианта. Поступить разумно, так сказать, блеснув умом, наорать и дать в глаз, шепард Ренигат одобряет, и от чистого сердца всех простить и расцеловать. К сожалению, расцеловать лишь в фигуральном смысле игра очень целомудренная. И хотя Элой время от времени, знаете, так намекает, что она, мол, очень ладная девка, мол, ты сама понимаешь, о чём я, и всё в том же духе, ничего превышающего эту грань мы в игре не встретим. И, знаете, мне это нравится. И, кстати, да, Элой действительно получилась красивым персонажем, в отличие от той же Сары Райдер из Андромеды, которую намеренно перекроили погоду феминисткам. Но это потом, а пока что Элой ещё только маленькая девочка, над которой издеваются сверстники. В чувствах она убегает и нечаянно проваливается в руины предтечь, наработав таким образом себе на пятилетку. Да, у них тут замечательная уголовная система. За посещение руин предтечь пять лет изгнания, за убийство десять. А это не просто пинком из общины. С тобой ещё и не имеют права разговаривать, торговать. За разговор с изгоем тоже наказание, да. Потому что изгой... НЕ ГРАЖДАНИН! Таким образом, людей просто выкидывают на верную смерть. Правда, не всё так плохо, позже скажу почему. И вот, побродя по руинам, девочка на трупе находит визор. Неужели она не боится заразы и трупного яда? Нет, не боится. Срывает визор спокойного и напяливает на себя. Кстати, мне непонятно, как за почти тысячу лет тело не разложилось. Но это, вероятно, недостатка знаний. Это не минус игры. Короче, Элой нацепил этот визор и охренела от открывшихся возможностей. В мире, где куча людей молятся на радиовышке, а из технологий знают только технологию жертвоприношений, голографический нейровизор – это волшебство. Эту мысль, кстати, давно уже сформулировал Артур Кларк, что любая достаточно высокая технология для человека неотличима от магии. А технология, между тем, очень полезная. Она, как глаз Алла Старогрюма, видит сквозь объекты, сканирует их, анализирует, считывает записи и заносит их в базу данных. В частности, визор помогает нам выбраться из этой дыры, и на выходе нас находит Раст. Он видит эту богомерзкую, хотя он не фанатичен, надо сказать, а главное – опасную с его точки зрения реликвию притечь, но такие разрешает ее оставить. А потом Элой сталкивается с еще одним проявлением ненависти. Этот хер ее ненавидит больше всех. Тут нам как раз-таки дают первый выбор, и, честно, я так и не понял их назначения. Соглашусь, я прошел игру лишь один раз и не пробовал другие варианты, но, кого не спрашивал, у всех все так же, и вариативность ответов не влияет на игру даже на уровне того же Mass Effect. В итоге, в конце игры, что бы ты ни выбирал, ты получишь один и тот же исход. Но, во-первых, это неплохо, просто неожиданно, что ли. Обычно такие возможности прикручивают с намеком на вариативность, а во-вторых, я и правда могу ошибаться. Элой справедливо озверела от такого, мол, какого хрена ко мне так относятся, я же ничего никому не сделала. Действительно, какого хрена? Нет, ну а что может сказать Раст? Только то, что, мол, мы с тобой изгои, ибо таковы законы Великой Матери, богини, которой мы тут все поклоняемся. Да, он же не может ей сказать, что их племя кучка деградировавших баранов, готовых ненавидеть ни в чем не повинных людей просто потому, что им так сказали. И это в отсутствие Ютуба? Ну надо же! Он не может ей сказать, что они сами мудаки, которые прячутся за законами от страха, потому что вместо изучения мира они ему молятся. И если какой-нибудь древний механизм притечь, то есть наш с вами вдруг еще не совсем сдох, и нечаянно включившись от того, что на него жопой сел очередной Тумба Юм, и вдруг скажет, обнаружена угроза системе, требуется устранение препятствия, то будьте уверены, этого бедолагу сожгут, пританцовывая, сославшись на повеление богов. Последний раз сказать не может не только потому, что Эло еще маленькая, а потому что он сам не знает этих нюансов. Люди, живущие в этом мире, знают о роботах, о механизмах, но их знание ограничивается фактом понимания, что они просто есть. Также и знание о притечах. Они были и погибли. Согрешили, видимо, перед богиней, и та их уничтожила за это. Кем они были, что их погубило, без понятия. Так что технологический уровень местных племен – это лук да копье из композитных материалов, за которые несколько столетий назад страны готовы были удавить друг друга. Разумеется, Элой начинает протестовать, мол, «Я хочу знать, кем была моя мать и за что меня изгнали, мать твою». Да, это тоже тайна, если что. Однако знают эту тайну только матриархи, и хрен, что они скажут изгою, но есть соревнования, до которых допускают молодежь. Победители от соревнований получают звание воина Нора. Нора – это племя, из которого была изгнана Элой. Главное, что даже изгой имеет право поучаствовать, там важен только возрастной ценз. Но эти соревнования – это тебе не хвост кошкам крутить, тут нужно тренироваться долгие годы. Однако Элой полна решимости, и поэтому Раст соглашается на тренировки. В первый день нам дают и такую проверку, учит азам игры – прятаться в траве, отвлекать машин брошенным камнем, скрытно закалывать или расстреливать их из лука, а также крафтить боеприпасы. Обо всем этом я поговорю чуть позже. На тренировке случается казус, они слышат крик о помощи, и некий парень упал со скалы и повалился вокруг машин, которые вот-вот его заметят и обнулят. Ситуация безвыходная, но тут вдруг Элой понимает, что благодаря визору она видит, куда идут машины, и поэтому она рвется на помощь и спасает парня. Все для того, чтобы столкнуться с очередным проявлением нетерпимости. Папаша этого парня такой же фанатик, как и другие. Это и подстегивает Элой окончательно к трудным годам тренировок. И вот под заводную красивую музыку мы видим ее восстановление и взросление. Очень красиво все сделано, не придерешься. Вот Элой уже взрослая относительно девушка, ей лет 16 примерно, и до испытания осталось два дня. И в эти два дня игра учит нас премудростям выживания в непредвиденных ситуациях, например, охотиться на опасных машин, общаться с торговцами и прочее. Но факт в том, что нас наконец отпустили в свободное плавание. Ну, в относительно свободное. Да, мы все еще изгой, но мы можем перемещаться в пределах этой земли и даже выполнять побочные квесты. И вот теперь пришло время рассказать о технической части игры. Начну с самого очевидного, того, что бросается в глаза. С дизайна, с графики. Все очень просто. Они на высоте. Я не скажу, что такого красивого мира я еще не видел. Видел, и не раз. Но это не уменьшает красоту мира Horizon. Потрясающие, красочные и разнообразные локации. Зеленые поля, густые леса, жаркие пустыни, белесые снежные плато. Ну и самое главное, разумеется, руины Притеч. Притечи – это мы с вами. Наша цивилизация, уничтоженная, как я понял, в 2066 году. В итоге мы постоянно натыкаемся на руины многоэтажек, научно-исследовательских институтов, водохранилищ, стадионов. Все недавно уже осыпались, разрушились, обросли мхом, травой, лианами. Я обожаю подобную стилистику, когда природа побеждает цивилизацию. Прямо как в Сталкере. Есть в этом какая-то грусть. Осознание того, во что мы все в итоге превратимся. Иногда можно заглянуть и во внутренние помещения таких вот руин. Там еще работают голографические проекторы, механизмы дверей и некоторые другие живучие технологии. Но древняя культура тут не просто декорация. Она активно вплетена в жизнь местного населения. И за этим очень интересно наблюдать. Например, ползая по руинам, можно найти такие артефакты, как древние колокольчики, связка ключей, древний амулет, бусы, черные браслеты, обычные наручные часы. Разумеется, об их истинном назначении люди могут только лишь догадываться. Поэтому для них это таинственные артефакты, в то время как для нас с вами обычный повседневный мусор. Некоторые особые торговцы будут просить поискать для них коллекционные вещи, и один из них мне больше всего запомнился. Он собирает древние ритуальные сосуды. Они использовались для сложного ритуала бритья, как он думает. О том, что это просто чашки, он даже слушать не хочет. Хотя на самом деле это и есть всего лишь обычные офисные чашечки с разной маркировкой. Нет! И это древние ритуальные сосуды. Потрясающе. Правда потрясающе. Уже только из-за этого игра достойна уважения. Разрушенная и такая родная нам с вами культура очень эффектно контрастирует с поселениями племен, будь то деревеньки или настоящие города. Ну а про отношение людей к технологиям я уже вкратце рассказал. Они ее боятся и воспринимают понятные нам с вами вещи, как магию, голоса богов, знаки, сулящие беду и прочие знамения. Однако не все такие, и этим игра тоже подкупает. Со старта нам показывают мерзких фанатиков, готовых потерять человеческий облик и презирать даже ничего не поминных детей ради своих законов. Однако далее игра показывает нам, что оказывается, формально соблюдая эти интереснейшие законы, некоторые из-под тишка вполне дружелюбно общаются как с Растом, так и с Элой и торгуют с ними в том числе. Особенно мне понравилась одна бабка-отшельница, которая по-хитрому соблюдает закон. Она общается как бы с богиней, А когда Элой спрашивает, вам что-нибудь нужно, она отвечает что-то вроде «О, великая мать, мне так нужна твоя помощь, пошли мне мясо кролика, пару тушек». Всем все понятно. То есть и фанатикам не к чему придраться, она же не с изгоем разговаривала, а с богиней. И Элой все понятно, хотя иногда она такого бесится. Что касается этих законов, то в прологе мы бегаем по клочку земли, за которой нас не пустят. Земли Нора. Но потом нам открывает достаточно большой мир, где есть и другие племена. Они и в культуре разительно отличаются друг от друга, кстати. Многие удивляются, мол, у вас у Нора законы дебильные. Но понимают, что и у них тоже своих прибабахов хватает. Например, в племени Карха, самом развитом, был король-долбаб, который приносил кровавые жертвы машинам, чтобы их утихомирить. Надо ли говорить, что это не помогло почему-то достичь цели. Но вот соседями рассорило знатно так. Разная культура, разный уровень знаний и тяги к знаниям. Мир проработан, и это видно. Замечательная работа. Ну и, конечно же, как можно не сказать про основной аспект игры, то, что первым делом бросается в глаза, помимо, собственно, графики и дизайна. Про роботов. Да, ты с копьем и луком против самых настоящих роботов. И по всем этим снежным равнинам, пустынным полям, лесам и прочим, ландшафтам спокойно и непринужденно ходят роботы, своим видом напоминающие органическую фауну. Лошадей, птиц, иногда даже динозавров, крокодилов, бизонов и прочих существ. Разновидностей роботов на самом деле достаточно много. И выглядят они эффектно. Притом, обычная фауна никуда не делась. Повсюду бегают зайцы, индюки, кабаны и прочие лисицы и крысы. На них тоже можно и нужно охотиться. Но главная цель для охоты здесь – это именно роботы. И если первые разновидности, с которыми нас знакомят, достаточно слабы, то вот все остальные – это уже очень мощные и выносливые механизмы, которые не пробить в лоб, особенно принимая во внимание не очень продуманную, скажем так, боевую механику. Поэтому все из-под тяжка, из кустов, бьем по уязвимым точкам. У каждой машины они свои, и обнаружить их нам поможет, разумеется, визор. У кого-то баки с горючим уязвимы, у кого-то батареи не прикрыты, у кого-то двигатели легко доступны. И этим необходимо пользоваться, чтобы успешно справиться с машиной. Ну и, разумеется, визор. Визор – это уникальная особенность Элой. У каждого главного героя она есть. У Гарри Поттера – это шрам, у Кратоса – лысина, у Йоды – уши, а у Элой – визор, прямо как у Гаруса. Этим визором она может не только находить слабые места, но и, в принципе, сканировать объекты, подмечать их сквозь стены, помечать их, рассчитывать пути следования противников. Очень удобно то, что даже если отключить визор, то метки и пути останутся видны. Это замечательно, потому что при включенном визоре персонаж начинает ну очень медленно двигаться и поворачиваться. На самом деле проще выключить визор и, повернувшись, включить снова, чем просто посмотреть, что за спиной в режиме визора. Очень неудобное управление в этом аспекте. Также в визор мы можем загружать в базу данных текстовые сообщения «Притечь» или слушать их аудиопослания. Это может быть как реклама очередного продукта на рынке, например, там «Покупайте йогурт», да? Так и какие-нибудь переговоры, а иногда даже послания нам, потомкам, от тех, кто понимал, что скоро их цивилизация погибнет. Иногда это, кстати, очень жутко, иногда трогательно, но всегда интересно. Эти записи вроде коллекционных предметов для тех, кто дотошно изучает мир игры. Также визор заменяет нам ведьмачье чутье. Немало квестов подразумевает поиск следов, невидимых человеческому глазу и проследование по найденному пути. Ну и именно визор дает нам возможность видеть местность в виде удобной карты с кучей пометок. Кстати, интерфейс визора будто тардис, переводят надписи на камнях-указателях, что тоже выглядит очень интересно на фоне дикой природы. Ну и под конец похвальбы хочется упомянуть музыку. Она поначалу показалась мне довольно скучной, но позже я все же вошел во вкус. Интересный стиль, смесь такого туземного томба-юмба с хай-теком, ну и заглавная тема довольно красива. Кроме того, некоторые боевые мотивы очень даже задорные, особенно те, что ближе к финалу. Треки можно вполне слушать и вне игры, в итоге отличное пополнение моей музыкальной коллекции. Но пора разбавить мои хвалебные песни повествованиям. Выполнив подготовительные квесты, Лой направляется к поселению Нора. Следует прощальный диалог с Растом, очень эмоциональный, он хочет, чтобы его дочь жила как белый человек, как и должны жить нормальные люди в обществе. И, чтобы не подвергать ее опасностям, хочет уйти туда, где Лой его не найдет. Очень трогательная сцена, и все походит на то, что это последний их диалог. К сожалению, так и есть. Однако вот и Лой в городе. Ну, то есть как в городе. Деревня Кукуевка. Два кола, три двора, полтора сортира. Но для сгоя, жившего в избушке на краю земли с рождения, это нечто невиданное. В поселении она тут же встречает того парнишку, что спасла в деревне. По всему видно, что он в нее влюблен. Но достаточно застенчив, чтобы признаться. Война из него не вышла, так что он стал торговцем-ткачем. Забегая вперед, когда племя грозило опасность, он все равно взялся за оружие, чтобы воевать с машинами даже в самые жуткие часы, когда было понятно, что, скорее всего, он не выживет. Я к чему веду? Персонажи в этой игре с точки зрения проработки характеров мне пришлись по нраву. Я не скажу, что они здесь выстроены гениально, скорее уж, вполне обыденно. Но в иных игроблокбастеров нет и такого. Здесь ты веришь, что разговариваешь с живыми людьми, причем в живом суровом мире. Действительно суровом, ведь тут не бояться, к примеру, пускать в расход персонажей, которым уже успел привязаться, или даже сметать по сюжету целое поселение. Да, это не Ведьмак и не Игра Престолов, однако будьте готовы в определенный момент обнаружить старого знакомого мертвым. Подобное тоже подкупает. Ненавизной, но, скорее уж, взрослостью. Вся игра, забегая вперед, скажу, очень хардкорная. И она хардкорная даже в этом вот аспекте. Это очень хорошая для нее характеристика. Но, возвращаясь к персонажам, вынужден посетовать на странное текстурирование. То, что падающие капли дождя разбиваются о них убого, это ладно, на это даже обращать внимания не стоит. А вот то, что лица обтянуты очень хорошей текстурой кожи, а все остальное тело замыленной резиной, это уже очень странно. В игре напрочь отсутствуют бронелипчики, если не считать полторы танцовщицы на празднике. Даже Элой, ложась спать, остается сводить драные рубахи. И это по меркам игры уже вершины эротики. Прям настоящая порнография. Так зачем же такую халтуру-то делать? Видно же, что ниже шеи идет, точнее, даже не идет, течет мыло. Прям мыло. Ну ладно, это тоже быстро выпадает из памяти. А вот что ни выпадает, это замечательная анимация, как в целом персонажей, включая монстров, так и Элой. Сразу бросается в глаза анимация маленькой Элой в начале игры. Видите ли, движения маленькой девочки и движения взрослой женщины различаются. И в игре это отлично реализовано. Не то, что в том же Скайриме, где дети ходят как взрослые, такие на эти терминаторы Т-600. Ну ладно, вспоминать Скайрим и все, что на этом движке, чтобы сравнить анимации, это глупая затея. В движениях Элой в любом возрасте буквально видишь именно женщину, а не персонажа с грудью, увеличенным с задом. От этого игра и становится еще приятнее. Это касается не только бега, но и лазанья по скалам, прыжков и прочих этюдов. И вот что ты будешь делать? Снова незадача. Часто, когда сцена начинается, персонажи в ней появляются буквально вот через полсекунды, или же дергаются, будто анимация сбрасывается на ноль. И вот это уже гораздо более заметно, чем размыленная текстура тела. Обычно в таких случаях говорят, что у тебя просто видели говнокомб, так что быстро иди на базар и купи там нового бога машину. А тут-то консоль. Ну надо же. Однако я опять отошел от истории. Элой приходит в общежитие, где юнцы отсыпаются перед завтрашним испытанием. Разумеется, там же кукует тот самый хрен, что рассек ей бровь камнем несколько лет назад. И так выпендривается, и этак выпендривается, ну прям драку малфой. Тут же Элой знакомится и с другой девочкой, которая не корчит о себе не весь что. Ну а на следующий день соревнования. Незамысловатые на самом деле. На толпу детей бежит толпа кибер-лосей, буду их так называть, нужно прогнать стадо, подстрелив хотя бы одного из них, избив с него трофей, забрать этот самый трофей и рвануть с ним по полосе препятствий до финиша. Я на испытании затупил и рванул без трофея. Благо сама Элой меня отдернула, мол, дура, я такая, трофей-то забыла. И хотя я сам себе буратино, и смотритель с малфойм ей поднасрать пытались, все равно я успел. Все потому, что тут скриптовые события. Ты не провалишь испытания, не придешь ни первым. Сюжет на этом основывается тем, что Элой решает срезать по опасному пути, на котором гибли люди. Триумфальная победа. И только бабка провозглашает нас победителем и говорит, что мы наконец-таки полноценный... ГРАЖДАНИН! Как вдруг начинается откровеннейшая жесть. Набегает толпа эксектантов и начинает просто мясорубку. Бабку расстреливают, детей убивают направо-налево. Мы как можем отстреливаемся, но тут приходит мужик с пулеметом, сука! Убивает подругу, убивает Малфы, убивает вообще почти всех. Остается только Элой с луком против пулемета. А у меня еще и стрелы закончились. Да что ж такое? Честно говоря, эта битва впервые обнажила серьезные недостатки местной боевой системы. Однако это пока что все равно круто. Под боевую музыку посреди круговорота кровавых событий, отобрав пулемет, ты на это внимание просто не обращаешь. Переходит какой-то хрен, хватает нас, дабы принести в жертву, но тут выбегает Раст и жертвует собой, чтобы спасти Элой. Грустный финал. Просыпаемся мы уже внутри горы, в месте, куда можно входить только матриархом. Как и предполагалось, нутро горы очередная бывшая лаборатория. Тут-то и выясняются интересные подробности, мол, мы думали, ты умрешь, и принесли тебе умирать поближе к матери. Хотя одна из трех бабулек возражала, но мы ее нахер послали. Какой матери? Ну, к матери горе, мол, Элой маленькой нашли рядом с дверью какой-то, через которую с ними говорит богиня. Это как бы должно посеять интригу, мол, откуда взялась Элой? Ну, тут даже туго думу становится понятно, что Элой из пробирки, рождена без родителей там, за дверью. А богиня и с нами говорит, мол, что не полное совпадение ДНК, отказ системы. Ну, то есть, да, голос богини – это интерфейс дверей, ведущих в бункер. Но поди это объясни, набоженному племени. Однако выясняется, что ДНК Элой совпадает с некой Элизабет Собек. Однако дверь все равно не открывается, ибо нет нужных протоколов. Матриархи воспринимают эту тарабарочную так, мол, Элой должна найти знак богини и победить зло. А зло – это враги, что напали на деревню. Как ни странно, эти события и правда связаны, поэтому Элой нарекают искательницей. Где-то в Андромеде сейчас икнула Сара Райдер, и правильно сделала, с такой-то ружей. И вот тут начинается. Господи, те, кто раньше плевали ей вслед, теперь боготворя чуть ли не в ноги падают. Как же это бесит. Господи. В конце игры даже сам Элой не выдерживает этого лицемерия и чуть ли не в слово в слово говорит, мол, да как же вы задолбали, какие ж вы селицомировки. Я не могу, ребят. А между тем, за пределами земель Нору, куда мы отправляемся, полно племен, которым пофиг, изгой ты, неизгой ты, и на чужие законы плевать. Вообще, за пределы святой земли, как бы, нельзя. Но мы с вами персона, избранная богами, ну, той самой дверью, нам можно, короче. Вперед по следам убийц. Что ж, вот теперь, когда нам дали полную свободу перемещения по миру, пришло время рассказать об особенностях игры и о ее самых серьезных недостатках. Итак, Horizon 0 вниз, это приключенческая игра с открытым миром и ролевой системой, возможностью торговли, интересным паркуром, системой боевых машин, свободой выбора и многим другим. Из перечисленных возможностей полноценно работает только одна из них, концепция открытого мира. Вот тут без дураков все шикарно. Иди куда хочешь, только в своих похождениях будь готов натолкнуться на серьезных машин, которые выше тебя уровней, так на 20. Да, никакого автолевелинга, все по заветам Моровинда. Машины или враги имеют определенный уровень, но он никак не корректируется. Благо, в квестах обозначается необходимый уровень. Что касается интерфейса, тут нареканий почти нет. Карта удобная, помимо поселений и квестов, на ней отмечены также ореолы обитания определенного вида машин. Присутствует также возможность быстрого перемещения при помощи определенного расходового предмета, который без труда крафтится. Также можно купить продвинутый предмет, который не расходуется при перемещениях. Идакий осколок витого меча. Кстати, раз уж намекнул на темные души, точками перемещения и сохранения тут служат костры. Есть такой баг, если сохраниться у костра три раза подряд, то на горизонте в очертаниях неба можно увидеть ухмыляющиеся Харю Миядзаки. Сохранения, кстати, откатные, то есть, если погибли, то все катсцены и прочее придется смотреть заново. Благо, их можно пропустить. Также у нас есть довольно удобный голосарий, куда занесены все записи и данные о машинах. Действительно интересно сделано, хотя ничего выдающегося в этом нет. Любая современная уважающая себя игра с открытым миром имеет такую же. Здесь же в меню рюкзака расположена возможность крафта. Крафт предельно простой. Собери нужные ресурсы, нажми на крестик и вуаля! Без крафта играть не получится. Во-первых, постоянно нужны боеприпасы и за их наличием придется следить, чтобы как я не оказаться в разгар боя с голой жопой. Далее, изначально ты можешь нести десяток стрел в колчине и пригоршню эликсиров, да и рюкзак у тебя довольно мелкий. Надо бы их расширить. Притом, колчан для, например, обычных и бронебойных стрел это разные колчаны. Тут все зависит не от типа стрел а от разновидности лука об этом позже. Помимо обычных расходников на вроде проводов и палок часто необходимы ресурсы. Это те, что бывают из обычных немеханических животных. Да, простую классическую охоту никто не отменял. Но видно, что разработчики сделали упор на охоту за машинами, а охоту на зверей они упростили. Постапокалиптические кролики и еноты не так боятся людей, как наши с вами звери-современники. Поэтому вальяжно и обильно шастает повсюду толпами. А визор, способный подмечать их на большом расстоянии и помечать мишенью, вообще упрощает охоту до статуса элементарно. Разве что хабану потребуется три обычных стрелы вместо одной. Успевает только собирать. Из убитых противников, независимо от их разновидности, выпадает рандомный лут. И вот тут сразу бросается в глаза очень удобный момент. Он сразу же помечается цветом. Белый, зеленый, синий, фиолетовый. В зависимости от крутости. Теперь вы сразу будете понимать, насколько ценную вещь найдете на трупе и стоит ли заморачиваться и бежать к месту биения. Такой системы часто не хватает играм с собирательством. А вот чтобы я поругал, так это одинаковые иконки, обозначающие все природные ресурсы. Лечебные травы, камни, палки. Вот это дезориентирует и мешает. Ко мне это только 10 можно таскать. Я их не вижу. Вот знаете, на расстоянии камень это или нужная трава. Раз уж речь зашла о траве, то поговорим о здоровье. Оно фиксированное и каждый уровень дает прибавку на 10 пунктов к нему. Судя по достижениям, потолок развития 50 уровень, так что максимальная прибавка составит плюс 500, что вроде не мало, а вроде маловато для такой сложной откровенно говоря игры. Поправить пошатнувшееся здоровье можно двумя способами. Целебные травы и зелья. Целебные травы представляют из себя в непрокачанном виде одну шкалу, которая заполняется по мере собирания трав и теряется по мере восполнения здоровья медленно, но верно. Зелья это просто зелья, не больше 6 каждого типа. Честно говоря, на мой взгляд, зелья в игре не сбалансированы. Все, что не лечит, бесполезно. Все вот эти вот сопротивления морозу и прочее укрепляющее зелье, ну не нужны они, нет от них толку. Сразу оговорюсь, я такое могу сказать про очень многие игры и вот то ли в очень многих играх система зельей плохо проработана, то ли я такой привередливый, тут уж вы решайте сами. Заработать на них не удастся, потраченные ресурсы стоят куда больше, чем готовое зелье, а зато вот полоску инвентаря они забивают, сильно мешаясь. Полоска стандартная, возможность быстро применить ту или иную способность или зелье, но сделана она очень неудобно. В разгар боя ты можешь судорожно листать ее на этом долбаном дуалшоке, ища среди десятка пунктов целебное зелье. Но все перечисленное даже в своих негативных сторонах звучит как-то не особо, знаете ли, важно и раздражающе, то есть неубедительно. Ну, на самом деле все так и есть. Однако, есть более важные аспекты игры, несущие столпы, так сказать. И вот тут все гораздо хуже. Начну с самого безобидного, на первый взгляд, конечно. В игре отличный дизайн, и в принципе визуальная часть на высоте, за исключением некоторых моментов. Например, очень красивые лица, но фиговые анимации эмоций. Ну да ладно, это не проблема. Шикарный дизайн роботов, шикарные города, особенно Меридиан. На ставках игра умеет брать потрясающие ракурсы, а порой картинка выглядит без преувеличения просто волшебно, например, ночью в лесу. Да, в игре есть динамическая смена погоды и времени суток. Но если дожди снега, песчаные бури тут без дураков хороши, то вот со сменой времени суток беда. То, что она есть, это замечательно. Проблема в том, что ее никак нельзя пропустить, как в том же Скайриме. Хочешь дождаться утра, жди минут 20-30 реального времени, положив геймпад на стол. Видите ли, так как Элой не воин, а охотница, и так как боевая система тут откровенно херовая, наша тактика удар из-под тишка, стрельба в голову из луков на большие расстояния и прочие элементы бесшумных убийств. Плохо ли это? Нет, неплохо. Я наоборот люблю такой стиль игры. Но вот наступает ночь. И все. Казалось бы, ночью охотиться куда проще, чем днем. Ну, логично. Нет, не проще. Охотиться ночью на какого быту ни было невозможно. Я могу вам смело заявить, что на хорошем мониторе 4К с HDR эмуляцией тут просто великолепная картинка. Без дураков. Она шикарна. Однако, ночи на таком мониторе непроглядные. Ты попросту ничего не видишь. Куда идти? В кого стрелять? Некоторые могут возразить, мол, это твои проблемы, раз у тебя такой монитор. Ну, знаете ли, я с тем же успехом в обратной ситуации, когда, например, игра плохо оптимизирована под старые машины, могу гордо заявить, что, мол, это вы нищие броды, а не разработчики ленивой жопы. Разве это будет справедливо? На втором мониторе старом без HDR и прочих примочек все не намного лучше, лишь чуточку светлее. К сожалению, карта захвата не способна передать вам всю красоту пейзажа игры в этом ролике и не способна также передать все неудобства ночи. И так как сюжетные миссии тут почти никогда не перематывают время, так уж получалось, что, наверное, 95% миссий, как сюжетных, так и дополнительных, я проходил ночью. Полчаса я как последний слепой крот тыкался носом во все подряд с огромным трудом сражаясь со сложными противниками в сложных ситуациях и как только все уже мертвы, светает. Ну спасибо, Йоколэмэне! Казалось бы, ну чего стоило сделать перемотку времени, как в готике? Присел у костра и подождал до утра или там до вечера, но нет, наслаждайся ночью. Кстати, даже просто на марше ночью поры очень опасно, именно потому, что не видно ни хрена. Да, это логично, но с тем же успехом можно было бы поставить ограничения для Элой, чтобы ты от полученных ран громко орал и заживала неделями. А что, в жизни ведь тоже, если по тебе механический динозавр потоптался, ты не сможешь сразу продолжить бой. Если среди вас есть те, по ком потоптался механический динозавр, поддержите меня. В общем, ночь усложняет и так кривую боевую систему. Давайте рассмотрим ее наконец поближе. Во-первых, оружие есть несколько видов. Копье универсальное, улучшаемое лишь по сюжету, хотя однажды за побочные задания я получил улучшение копья на плюс один. Лук охотничий. В зависимости от его крутости, которые также градируются на цвета от белого до фиолетового, он стреляет несколькими боеприпасами. Обычные стрелы, отбивные стрелы, зажигательные стрелы и так далее. Есть высокоточный лук. Это как раз таки его впору назвать охотничьим, в отличие от предыдущего. Он заметно медленнее, но урон заметно выше и пробивная способность тоже. Короче, стал с миссией, это про него. Дело в том, что помимо показателя урона имеет значение и тип стрелы. Каждая стрела имеет свои возможности. Например, высокоточные стрелы мало того, что именно что более точно летят на дальнее расстояние, некоторые стрелы лучше отбивают запчасти от машин. Например, оружие или батареи. Некоторые поджигают или замораживают. Или глушат током, для этого есть боевой лук. Урон минимален, зато можно держать цель встания, быстро сжечь или заморозить. Это полезно. Есть коломет. Простите, я забыл его название, но это скорострельный коломет, стреляющий, собственно, колями с достаточно высокой скоростью. Это ультимативное орудие для ближних встреч. Никогда не получалось с ним работать. Есть нитемет. Рогатка такая, ставящая растяжки. Взрывные, глушащие, в общем, набор тот же. Забыл сказать, что кроме зелий крафтить можно еще и обычные мины, что тоже полезно. Есть проща. Просто так вот взять и метнуть гранату рукой, и лонь не может. Она метает ее при помощи прощи. Опять же, взорвать, замороясь, оглушить наш выбор. Есть обычная и взрывная. Есть тросомет. Опять забыл название. В стелсе можно подкрасться к машине и банально связать ее веревками и повалить на землю. Чем крупнее машина, тем больше веревок понадобится. С поваленной машиной можно делать все что угодно. Нанести мощный добивающий удар, который, скорее всего, машину не убьет, кстати, такие тут они жирные, или перепрограммировать ее. Об этом чуть позже. Казалось бы, что не так с этим набором вооружения? Ну, с вооружением все так. А вот бой в игре жутко неудобный. Машины в игре шикарные, огромные махины, красивые, у них есть выязвимые места, они пытаются их прикрыть. Эти места приходится выцеливать, нормальной сложности и один на один способна разорвать Элой на клочки. И чтобы справиться с чем-то серьезнее лентарога, нужно долго наматывать круги вокруг противника, терпя удары и тратя зелья и травы. Машины тут очень прыткие и очень больно дерутся. Вот тут бы очень, знаете ли, пригодился бы Лок на цели, но его почему-то нет в игре, где без него играть невозможно. Это, знаете, вот как вот та самая картинка, как видят игроки и как оно на самом деле. На постере мы видим Элой напротив огромной механической птицы и чувствуется, что вот сейчас будет бой. О да, на деле эта огромная птица, она называется Буревестник, просто разделает тебя на тряпки, ибо ты даже не видишь, где она и что она собирается делать. Ты пытаешься убежать, найти укрытие, но ты его не найдешь, потому что они есть далеко не везде. А если и найдешь, оно тебе не поможет. Птица тебя уже заметила. Тебя, кстати, по доброй традиции бросили в открытый бой, в котором ты отваливаешься из двух тычков эксклюзив мне в консоль. Ты даже с обычным человеком в броне не можешь справиться со своим дурацким копьем. Любая открытая драка тут превращается в балаган, который хочется поскорее пробежать или загрузиться до того момента, как тебя заметили. Но иногда это просто невозможно из-за сюжетных соображений. Притом, лечение притормаживает тебя, прямо как в Дарк Соус. Ведь чтобы заживать траву или выпить зелье, Элой нужно остановиться, в отличие от жутко-прытких машин, которые не будут ждать, когда ты наешься или напьешься. Часто я побеждал не потому, что одолевал противника, а просто потому, в дырку и расстреливал врагов в пятку. Консольный эксклюзив. 10-10. Серьезно. Врагов, которые настолько тупые, что порой не способны через бревно переступить. Я никогда не забуду миссию по поджогу склада с бочками. Разумеется, ночной. Мне же всегда везло, я уже говорил. Я минимум, я считал, я минимум раз 20 пытался пройти по стелсу и в итоге я забился в дырку и расстреливал всех оттуда. Набив два уровня, чисто вот на людях. Набив два уровня, я догадался, что враги, блин, прут бесконечно. Тогда же я обнаружил еще одну особенность их интеллекта. Они в режиме боя начинают отстреливаться или двигаться тогда, когда ты начинаешь в них стрелять. То есть мир живет, пока ты смотришь на него и взаимодействуешь с ним. Это неплохо. Просто факт. В итоге выяснилось, что эта миссия шла через жопу, потому что игрой не рассчитано, что я пойду не направо, а налево по проложенным рельсам. И вот когда я пошел направо, я закончил этот ад. Господи, Храйзен, за что ты так со мной? Вот поэтому единственный способ сражаться, это охота, стелс-режим. И вот он тут еще более-менее внятный. Во-первых, он не зависит от того, присел ты на картаны или нет. Важно, видит тебя машина или нет. Но даже если ты на картах, на открытой местности тебя заметить легче, нежели в кустах. В кустах ты в безопасности почти всегда, если на тебя разве что нос не наткнуться, бывает и такое. Из кустов ты можешь нанести мощный удар, которым можно будет или сильно ранить машину, или убить, если машина маленькая. Можешь выцепить нужную запчасть и выстрелить по ней. Тебя, скорее всего, не заметят сразу, но насторожатся. Да, система такая же, что и в Скайриме. Спустя время со стрелой в глазу какой-нибудь электрический крокодил успокоится. Но если в настороженного выстрелить, то, скорее всего, тут уже заметят. А убежать можно далеко не всегда. Ну, скажем так, убежать можно всегда. Проблема в том, что есть некоторые очень прыткие машины. Например, Бизон, который будет тебя преследовать по всей карте. Ну, почти по всей. Иногда спасает река, которую не каждая машина способна почему-то перейти. Но зато она способна метать камни, стрелять лазером. Короче, это все весело и непросто. Также работает система стелс-убийств. Забавно, что машины не обращают внимания на убитых, в отличие от людей. А еще мне непонятно, как эта машина с их сенсорами не видит нас в кустах, в упор. Но это уже мои личные придирки. Я бы, наверное, громче ругался, если бы видели. Однако, стелс способен тоже преподнести сюрпризы. Ты можешь полчаса, полчаса выцеливать цель, да, извините за тавтологию, а в момент выстрела она может подпрыгнуть изо рваной анимации и выстрел в итоге тебя раскроет. Или стрела угодит в невидимую текстурку с тем же результатом. Или ты нечаянно свалишься с уступа и тут, кстати, не очень удобная система паркура и, в принципе, перемещение по местности в этом плане. Особенно весело, если это происходит ночью. Так что не попадаться главное правило. Однако, все-таки стелс вытягивает игру, правда. Забавно, но даже во время побоища стелс есть. Например, машины сражаются друг с другом или люди друг с другом. Они заняты и не до тебя. Можно открыто подбегать и наносить добивающие удары. Правда, совсем прям под носом соваться не нужно, а то все-таки заметят, понятное дело, и начнется шоу банихила. А уж как приятно особыми стрелами отломить от какой-нибудь опасной махины, например, плазмомет или еще там какой-нибудь ракетомет, а потом в героическом рывке дернуть к нему и расстрелять эту шалупонь нахрен. Блин, как же это весело. В общем, если подвести черту под боевой системой, она тут не доработана. Однако, если использовать только стелс, то играть даже интересно, но не без своих, разумеется, нюансов. Противники ведут себя довольно разумно. Да, они не замечают тебя своими сенсорами в кустах, но зато, если ты расстреливаешь их безнаказанно, с недосягаемого, скажем, уступа, они убегут, пытаясь тебя заманить в ловушку. Увы, этим отличаются только роботы. Люди-враги тут встречаются не сильно реже роботов. Кстати, по основным миссиям в основном как раз таки именно будут люди-враги, но вот воевать с ними скучно и неинтересно, знаете, лучшая тактика зачистки бандитского лагеря найти главнюка с большой, знаете, такой пушкой, такой елдой, там с пулеметом, убить его, разумеется, схватить пушку и с криком, а, хотя нет, давайте так, а то еще забанят, просто с криком любым, выбежать на сцену и расстрелять их всех к херам собачьим. Если кто остался в живых, а патроны закончились, убегать и нырять в кусты, ждать пока выжившие успокоятся и добить их из стелса. Короче, с людьми тут полная лажа. К слову, как только елой назначают искательницей, на деревню тут же нападают те же фанатики Карха Тьмы и приводят с собой перепрограммированных роботов. Победив такого, елой снимает с него модуль контроля и теперь она, присобачив его на посох, может приручать машины. О да, наконец-то, можно заполучить электронную лошадь, можно завербовать армию роботов. Как же это классно! Было бы в теории. В итоге, да, лошадь можно завербовать. Тут есть несколько видов ездовых роботов, три. Ездят они так себе, эти негрифы и платва, им дадут фору, да еще какую, особенно платва. Хотя, эти негрифы вообще может по скалам лазить. Не важно, не важно. Но все же лучше, чем на своих двоих, согласитесь. А вот с остальным тут все плохо. Изначально мы можем переманивать лишь пару видов роботов. Это делается в стелс-режиме и не будоражит В итоге, без дураков очень приятно сидеть в кустах и наблюдать, как последняя мышь, как два огромных робота бьют третьего, которого ты перепрограммировал. Да. А потом обернуться и увидеть за спиной еще одного гигантского мать твою робота. Тут их столько разновидностей, один другого чудесати. Каждая разновидность принадлежит к разным комплексам. Сигма, Ро, Дзета и так далее. Мы можем обнаружить эти комплексы, так сказать, котлы, и пройдя их, сразив мощную машину в конце, заполучить в свой уже практически волшебный посох новые алгоритмы для взлома более крутых машин. И казалось бы, ну тут то, что можно сделать не так. Ну а все просто. Эта фишка нужна для галочки. Да, на марше очень удобно этим развлекаться. Враги сами себя лупят, что еще для счастья надо. Можно, например, перепрограммировать Лиходея, робота-тигра с плазменной пушкой и взять его на сюжетную миссию, чтобы он помог справиться с врагами. Нет, нельзя. И на сюжетной миссии тоже нельзя. Рядом с бандитскими лагерями машин нет. Ну, оно и понятно, они же последних боятся, вот и селятся вдалеке от них. Хорошо, нашел пастбище, переманил, нашел бандитов, призвал машину. Нет, призвать машину тоже нельзя. В прокачке даже есть такое умение призвать машину. Оно не работает. Прокачка это вообще-то, знаете ли, отдельная песня, о ней позже. Хорошо, но на основных-то миссиях же должны быть, знаете ли, машины вражеские, их же тоже можно как-то взломать. Нет, нельзя. Видите ли, по сюжету выясняется, что сектанты молятся некому Аиду и получают власть над машинами. Любому дураку очевидно, что Аид это искусственный интеллект какой-то, но факт остается фактом. Машины под его контролем не взломать. Хотя, мне писали, что, мол, можно их также одурманить, да, для этого нужен боевой лог. Не знаю, я так и не попробовал за все прохождение. Может быть, это чуть-чуть поставит ситуацию, но суть это не меняет. Послушайте, я прошел весь сюжет, вскрыл три комплекса, сделал кучу квестов, а возможности этой у меня так и не прибавилось. Я не могу узнать про все механики сначала. То есть, она, разумеется, есть, да, но нужно усраться, чтобы ее заполучить. А я в итоге уже от этих долгих блужданий по миру начал просто от него уже уставать. И по факту есть шикарная идея по взлому роботов, но ты не можешь ее использовать. Ну, просто вот не можешь. Ну, что за бред? Ой, ладно. Наша героиня спешит в Меридиан. Огромный и очень красивый город. Похож на Тусент из дополнения Кровь и Пиво игры Ведьмак 3. Там знакомиться с другими людьми, офигевать от происходящего для нее это же все-таки новый мир в конце концов. Поэтому на все расспросы и на все ответы она реагирует в стиле дурачка мол, что, кто, какой клан, какой король. Ну, и все в таком же духе. Это обоснованно. Выясняется, что машины каждый год все сильнее звереют. А в Меридиане правит сын того кретина, что людей на алтаре резал. Элой начинает расследовать, исследовать, выполнять интересные квесты. Сразу скажу, сюжет тут очень интересный. Я, кажется, уже это говорил, кстати. Не страшно, я еще раз скажу, он интересный. Да, предсказуемый, не страшно. За ним интересно следить. Мир интересно исследовать. Дополнительных квестов тут полно. И охота, и зачистка лагерей, и котлы, то бишь, те самые комплексы, о которых я говорил. И территории зараженных машин, и поиск длинношеев. Огромные такие роботы, на которых нужно умудриться вскарабкаться, чтобы открыть карту, как вышки в Assassin's Creed. Озвучка в игре очень хорошая. Характер персонажа и главной героини передает хорошо. Ох, сейчас всплывет какой-нибудь очередной фанат стоп-гейма, и снова будет мне пропагандировать трудности перевода. Не знаю, у меня никаких трудностей с переводом нет, зато есть своя голова на плечах, хотя ночные мнения. В конце концов, можно заткнуть уши в ад и играть так. Однако, почему-то в побочных квестах персонажи часто будто какие-то пассивно-флегматичные, будто, не знаю, сонные, судя по речи, такие спокойные-спокойные. Но это не сильно так уж бросается в глаза. И не все они, конечно же, такие. Ах да, конечно же, есть коллекционные предметы, чашечки и прочие железные цветки, которые можно и нужно выменивать на очень ценные вещи. В общем, в игре явно есть чем заняться, и именно поэтому я не буду пересказывать оставшийся сюжет. Очень хотел сначала, но не буду. То, что я пересказал, и так очевидно, че уж там, но я в надежде все же на то, что вы поиграете в Horizon, если, конечно же, еще не играли, или переиграете, если играли, потому что игра все-таки хорошая, несмотря на свои идиотские недостатки. Однако, мне пришлось предложить серьезное такое усилие, чтобы не забросить ее, в отличие от того же God of War, которым я прям-таки рвался ежедневно. Я рад, что не забросил, но не всем может хватить терпения или банально времени, поэтому я призываю вас, потерпите. Поэтому-то я как раз-таки рассказываю о том, с чем вы можете столкнуться. Вот, например, очень странная система обучения. После 14 примерно часов пробежки меня все еще преследуют подсказки, как включить визор, как целиться из лука, как разбирать вещи на запчасти. Ну что за дурдом? Вы вообще за кого принимаете? При том, где подсказки бы пригодились, так это вот при паркуре хотя бы на первый раз. Я снова застрял в прологе, да, это у меня такая болезнь, наверное, уже, потому что мне было, знаете ли, вот не очевидно, что нужно прыгнуть на стену, а подсказок там нет никаких. И когда я понял, что тут к чему, сильно очевиднее паркур не стал, порой просто непонятно, куда прыгать. И главное, тут нет рельсов, как в том же God of War. Если ты прыгнул на канатную дорогу и немножко промазал, немножечко, так знаете ли, то вместо поездки с криком ЮХУ, ты с немного другим криком полетишь вниз. До встречи на костре, милая. Лазание по скалам красивое, довольно-таки резвое, быстрое, для такой-то девчонки, но сорваться с них нечаянно проще простого. Это неплохо, но это очень неудобно. Чем-то мне эта система напоминает GTA 5, только там лазать было нельзя, ну ладно, неважно. Камера почему-то постоянно меняет плечо, чего становится жутко неудобно. Чтобы вернуть в прежний режим, нужно вынуть оружие. А это не то, чтобы прям вот неудобно, но зачем это лишняя морока? Сделали бы кнопку или пункт в настройках. В игре интересна система торговли, которая тоже работает так себе. Она наполовину сдельная, то есть вместо чеканных монет или рубленого серебра тут металлические осколки, однако не все можно за них купить, точнее они как придаток. Часто нужен еще определенный трофей, добываемый из определенных роботов. С одной стороны это интересно, такой бартер, знаете, но с другой вот ты обменял скажем сердце ленторога на шмотку и все, у тебя эти сердца копятся и куда они теперь нужны? Только на продажу. Впрочем, у меня нет идей как можно было бы сделать по-другому. Хотя вот сейчас вот появилось, ну ладно, не важно. Замечу, однако, что на самих трофеях в инвентаре пишут для чего они нужны и не приходится гадать пригодится ли эта хрень для крафта или нет. В игре есть прокачка. О да, она бесполезна минимум наполовину. Есть очень полезные умения вроде увеличения урона, добивания копьем или выстрел сразу тремя стрелами, но кроме перечисленного почти ничего больше не приносит пользы. Хотя умения там дофига и они градируются на охотничьи, воинские, собирательские и путешественничьи и путешественничьи и путешественничьи есть такое вообще слово? Теперь есть. Они не нужны, они бесполезны, они врут о своих свойствах. Например, я долго рвался к науку, который ясно пишет Элой может призвать только что прирученную машину, если нет своей. Да, возможно, эта локализация так удружила, но по факту это умение не призывает других прирученных машин, она просто вызывает новую рандомную лошадь, если вдруг старую пристрелили. Лошадь, которая не побежит сражаться за тебя, лошадь, которая нафиг в итоге не нужна. Гораздо проще купить набор путешественника бесконечной и просто прыгать от костра к костру. Потрясающе. Собирать больше трофеев? Замечательно, но в один момент у тебя этих трофеев уже хоть телегу с собой ввози. Кстати, Элой так и говорит, мол, хоть телегу, блин, с собой ввози, собственно, да, так и говорит. Разве что проводов, вот, вечно их не хватает, это уже, знаете, местный мем такой, ну, их, конечно, можно купить, деньги тут очень легко добываются, очень легко. В итоге, ролевая система тут кастрирована, настолько, что слезы на глаза наворачиваются. Ну, и самое главное, чего не хватает игре, это одно упущение в характере Элой. Бродя по миру, по руинам, притечь, общаясь с искусственным интеллектом, понимая, что это никакие не боги, что технологии, это не магия, она начинает разбираться в этом, но больше нигде эти знания не использует. Например, говорит ей по квесту, дополнительному, кто-нибудь что видел говорящих призраков. Ну, пусть не ему, он бы не понял, но про себя, хотя бы отойдя в сторонку, Элой могла бы сказать, что, мол, это лишь голограммы, никакие не призраки. Потому что она-то развивается, изучает мир, она уже знает про голограммы. Это как раз бы иллюстрировало ее рост, ее знания о притечах их, то бишь нашем мире. А то получается, интеллектуальный выбор в диалогах как бы есть, а сам интеллект никак не проявляется, кроме очень редких сюжетных случаев, и дальше визора она как бы не пошла. Я для чего все это рассказываю? Повторюсь, чтобы вы знали, с чем можно столкнуться. Чтобы покритиковать игру, которую почему-то многие лишь облизывали. В итоге, да, Horizon даже с такими качествами шикарно. И это просто чудеса какие-то. Я долго метался назвать ее игрореликтом, или она того не стоит, и таки решил, стоит. Да, с кучей недостатков. Да, половина механик для галочки, а вторая половина работает через гузна. Да, бесит. Но вот сейчас, отдохнув от нее, несколько дней, я уже хочу в нее вернуться. Она притягивает, она увлекает, она интересная. На финальной сцене я чуть не плакал. Там накал, похожий на накал из первого Ведьмака или Mass Effect. Она стоит того, чтобы потерпеть подобные вот глупости. И вот потому у меня и бомбануло, как при таком огромном потенциале разработчики не сделали игру, целостную игру, где механики бы не валялись, как, не знаете, горох на вот рассыпанный, а работали бы вместе, в симбиозе. Я очень надеюсь, что в последующих частях они исправят эти недоразумения, как и надеюсь, что эти последующие части будут в принципе, ведь мир Хорайзена прекрасен. Как я говорил, у игры есть DLC морозной земли, опять машины зверяют, опять отправляемся в Скайрим. Но дальше я пока не пошел. Обязательно пройду и расскажу вам о впечатлениях. А пока могу лишь порекомендовать эту замечательную игру. Ну и, конечно же, цистерну терпения на вам на теле пригодится. До встречи. Не забывайте мыть руки перед взломом роботов, потому что колдовства не существует. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин